Преобразился сегодня один из островов Иркутска. Его очистили от мусора школьники и студенты. Причем обнаружила масштабную свалку и несколько других юная иркутянка. О детском вкладе в решение недетских проблем следующий материал. Направо! К месту шагом марш! Без армейской дисциплины справиться с серьезной задачей трудно. Десанты 100 школьников и студентов получили приказ очистить один из островов в Иркутске от мусора. Отряд высадился после того, как разведку провела 15-летняя Софья Файвкина. Она часто здесь гуляет, поскольку живет неподалеку. Я часто наблюдаю, например, когда салют в честь 9 мая. Многие люди приезжают сюда, поскольку остров находится прямо напротив нижней набережной. И здесь прекрасно его видно. Люди приезжают, некоторые оставляют мусор. Чтобы убрать его, Софья собрала свой взвод из друзей и одноклассников. Все они вошли в состав единой армии. Убрать нужно почти 20 свалок. И сообщила о них координаторам общероссийского проекта по глобальной уборке. Он действует около полугода. И за это время жители региона рассказали уже о 50 свалках. Это неоценимая помощь со стороны. И по выявлению свалок. И, естественно, по участию в ликвидации. Потому что, вы видите, вот сегодня было заявлено большое количество волонтеров и добровольцев по ликвидации нестанционирования свалок именно по этому адресу. Ликвидируют, в том числе, и с помощью тяжелой артиллерии. Сегодня, например, с острова вывезли почти 20 грузовиков мусора. Поскольку, помимо бытовых отходов, здесь складировали и строительные. То есть, если мы сами не начнем убирать мусор, никто за нас это делать не будет. Да, администрация должна со своей стороны участвовать. Но общественность должна контролировать, подпирать. И все это дело вместе с администрацией решать на совсем другом уровне. Потому что мусор и сегодня загрязнение окружающей среды, действительно, это очень серьезный вопрос. Операция по уборке берегов длилась больше двух часов. Главное, чтобы взрослые, основные виновники появления свалок, теперь оценили труд детей. И эта территория, как и другие в Иркутске, снова не превратились в места военных действий в борьбе за чистоту. Павел Марчко, Виталий Притолчин. Новости по будням.